Всем привет! И с вами снова ежемесячная программа Infocast, в которой я вам расскажу о самых значимых прошедших и ожидаемых событиях в мире IT. Лето подошло к концу и настало время рассказать о новостях прошлых двух месяцев и главное о том, что нам ждать этот железо в ближайшее время. И забегая вперед скажу, что ждать нам есть чего. Но начнем мы не с анонсов будущих железок, а о том, что в этом году сильно просели стоимости высокотехнологических компаний. И сейчас можно уже осторожно говорить о том, что пик этих падений уже позади. Единственная компания, в которой пока не наступила стабильность, это Intel. Во многом тут виноваты последние отчеты компании. Она заявила чистые убытки. Да и в целом капитализация у компании стала впервые ниже, чем у AMD. Но все же не стоит переживать. Intel сейчас строит много новых фабрик, используя все доступные ресурсы. К тому же по производству вне Тайваня Intel является лидером, так что США и военные ведомства, в частности, компанию в беде не оставит. Кроме того, стало известно, что на фабриках Intel будут производиться процессоры от Mediatek, а это очень крупный заказчик. Однако напомню еще и то, что у Intel намерен не только производить свои чипы, но и предоставлять производственные мощности другим компаниям. И в это же время и свои разработки отдавать на производство на чужих фабриках. Например, будущая видеокарта Intel делать будет не у себя. Не у себя будут производиться и кристаллы для встроения графики и чипы с контроллерами в процессор Intel 14 поколения, который выйдет в конце следующего года. И тут же предлагаю перейти непосредственно к железным новостям и продолжить видеокартами от Intel. Наконец-то настало время, когда можно сказать, что они вышли. Правда, пока что не вся линейка, а лишь младшее решение. Эта видеокарта Arc A380 изначально была выведена только для Китая. А первые крупные тесты этой видеокарты появились лишь в середине лета, что удивительно не в Китае, а у ребят с канала про хайтек. Карта, в общем-то, предполагалась слабой, так что ничего фантастического она не показала. Сейчас же продажи этой карты начались и в других странах. Цена около 140 долларов, что за базовое решение, наверное, многовато. Если говорить про оставшуюся линейку, то известны уже все модели и даже ориентировочные ценники. Старшее решение по утекшим тестам под релизных образцов будет конкурировать по производительности с RTX 3060 и 3060 Ti. Предполагается, что старшее решение Arc A770 будет стоить до 400 долларов. Скорее всего, по соотношению цена-производительность куда интереснее будет чуть урезанный вариант этой карты под названием A350. Ценник этой карты ожидается в районе 300 долларов. В всякий случай напомню, что рекомендуемый ценник на RTX 3060 – 330 долларов. А фактическая цена, по которой можно купить карту в России при заказе и загранице – от 30 000 рублей. Как стоит ожидать, что для первых нескольких поколений Intel для занятия долей рынка будет вынуждено продавать без большой маржи, так что, скорее всего, карточки можно будет найти дешевле, чем аналоги конкурентов с той же производительностью. Однако тут не все так радужно, потому что оптимизации для старых игр и старой API не будет. Уже есть и тесты по совместимости карт с некоторыми популярными старыми играми. Ситуация не ужасная, но и нормально ее тоже не назовешь. В общем, покупателям первого поколения нужно готовиться к тому, что вы будете бета-тестерами нового продукта. Что касается покупки карты для канала, посмотрим на цены. Если будет все адекватно производительности, может быть, будет куплено что-то старше, а если ценники будут заоблачными, наверное, ограничиваемся младшими представителями. В любом случае, нужно будет посмотреть на адекватность в работе питания, с чем на ранних образцах есть проблемы. Ну и пройдемся по старым играм, где такой карты должно хватать. Надо посмотреть и на производительность медиадвижка, то есть кодеров и декодеров видео. Но, конечно, Intel надо переживать за конкуренцию не с текущими картами конкурентов, а с их будущими моделями, так как выход видеокарт от Intel скорее всего придется на то же время, что и у AMD и Nvidia. И там уже будет борьба совсем иной. Если верить слухам, то у Nvidia борьба будет в первую очередь с блоками питания. Изначально ходили цифры по потреблению старшими картами более 500 ватт. Сейчас же речь уже идет о цифрах порядка 450 для старших и 350 для средних карт. Потребили им все равно очень большие. У Nvidia было пара очень горячих поколений, и карты эти долго не служили. В общем, былые проблемы с массовыми отвалами, через несколько лет работы карт могут заиграть новыми красками. Однако есть и хорошие новости. Массово утекают тесты карт, а значит карты уже на подходе. В добавок тесты довольно оптимистичные, все говорит про прирост производительности. А это значит, что для Full HD за глаза и запаса на будущее будет хватать и средних решений. Правда обычно средние решения начинают продавать позже, так что придется подождать еще пару месяцев. Непонятно пока только что будет с ценами. Ритейлеры сейчас говорят о заполнении складов текущими картами, которые никто не покупает. В таком положении продавать новые еще и дороже будет довольно сложно. Что касается самих карт, то Nvidia пока что никаких подробностей официально не называла. Возможно новая линейка будет официально представлена уже в сентябре. Опять же скорее всего компания выжидает максимально долго, чтобы распродать карты со складов. И да, само собой ценники сейчас довольно низкие. Младшие карты сейчас все-таки дороже, чем хотелось бы, тогда как старшие в среднем все дешевеют и дешевеют. Дело уже дошло до того, что RTX 3060 стоит совсем чуточку дороже, чем RTX 3050, потому что разница по производительности у карт огромная. Да и в целом после RTX 3060 карты идут очень близко. Между линейками нет разницы в 10 тысяч рублей. Если же говорить про будущие карты от AMD, то на днях компания приоткрыла завесу тайно, совсем на чуть-чуть. Не было ничего сказано ни про производительность, ни про цены, а лишь о том, что карты будут уже в этом году. Само собой в будущих выпусках также будем следить за новостями. Что касается покупки карт для канала, вопрос сложный. Если будут такие цены как ожидается, то покупка старшего решения будет маловероятной, а младших будет скорее всего не скоро. Маловероятно, что они появятся раньше весны 2023 года. Что касается видеокарт, само собой важен вопрос выгоды от майнинга и вообще его перспектив в будущем. В середине сентября будет важное событие – переход эфириума на новый вид эмиссии монет, который не предполагает больших вознаграждений за майнинг. В текущий момент эфириум – это самая выгодная монета для майнинга. Безусловно, она далеко не единственная и майнеры будут переключаться на бучу других валют, но в это же время кратно увеличатся сложности их майнинга. Таким образом, те валюты, которые немного не дотягивают по выгоде до эфириума, за резкое увеличение сложностей, могут терять в окупаемости десятки раз, не отбивая даже стоимость электричества, с которым сейчас в ради регионов и без того проблемы. В общем, для майнинга месяц будет сложным. Заканчивать этот выпуск будем новостями про процессоры. AMD уже свои представили. Intel же представит свои в конце сентября. Но начнем мы все же с Intel. По доступной информации, изменений в микроархитектуре не будет. Изменится при этом состав процессора по ядрам. Больших останется, как и сейчас, до 8. А маленьких будет аж до 16 штук, вместо текущих 8. В текущих процессорах на маленькие ядра приходится около 30% производительности в многопоточных задачах. Стоит ожидать, что с их удвоением доля их производительности значительно вырастет. Правда, отмечу, что увеличение маленьких ядер в два раза не сделает долю их производительности всего процессора больше, доведя ее до 60%. Маленькие ядра все равно будут выдавать чуть меньше, чем половина от общей производительности. Но при этом маленькие ядра будут занимать столько же места на кристалле, сколько четыре больших. Ядовая производительность, сопоставимая с 8 большими ядрами. Тем не менее, в одном потоке производительность тоже вырастет. И только за счет роста частот. Что касается частот, ожидается огромный прирост. Уже есть тесты с прохождением CPU-Z по частоте всех больших ядер 6,2 ГГц без использования экстремальных систем охлаждения. Но пока что Intel этой информацией не поделились. А вот AMD представили спецификации процессоров. В отличие от Intel есть изменения в микроархитектуре. Пока что подробностей немного. Было сказано, что увеличен кэш микрооперации и увеличен размер кэша L2 до мегабайта на ядро. А также исполнительные блоки получили поддержку в выполнении 512 битных векторных операций. Правда не сказано, делается это за счет работы пары 256 битных блоков или появился новый большой. Если новый большой, то скорее всего для него потребовалось усиление связи с кэшем L1 данных, так как и без этих изменений этой части будет для работы недостаточно. В то же время, если работа 512 битных блоков складывается из задействования двух 256 битных, то реального прироста производительности в использовании этих инструкций практически не будет. Но таких подробностей AMD не называли. Если будет более подробное техническое представление процессоров, то по этому поводу на канале будет отдельное видео. Кроме того, увеличится частота процессоров. Пики нам будет доходить до 5,7 ГГц, что также сильно больше, чем в текущих процессорах. Это тоже будет играть значительную роль в росте производительности, в том числе и в играх. Названы были и цены процессоров. Скорее всего наиболее популярными для игровых решений будет восьмиядерная модель. На канале кстати есть видео про то, сколько ядер используют игры и больше возьми пока что точно не нужно. В общем да и между 6 и 8 разница не очень большая. Кроме того, AMD меняет сокет на AM5. Будет поддержка DDR5 и в зависимости от платы чипсета будет поддержка PCI 5 версии. Процессоры выйдут в продажу 27 сентября. Дорогие платы выйдут в это же время. Платы чуть дешевле в октябре. Для канала скорее всего будем собирать более народный вариант, то есть на 6 ядер с платы подешевле. Скорее всего процессор для игр будет очень хорош. Кроме того, скоро на канале будет видео со сравнением дорогого и дешевого комплекта в памяти DDR5. Правда, на интеле, так как больше пока что сравнивать не на чем. Уверена, будут и другие интересные события. Естественно, о них я расскажу через месяц, в следующем выпуске инфокаст. На этом пока все. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий в мире компьютеров. За счет роста ожидается прирост.